Всем привет! Сегодня я вам расскажу новую интересную историю. У меня есть подружка, ее зовут Агнешка. Когда-то мы с ней вместе работали, но теперь жизненные обстоятельства сложились так, что мы просто дружим. Совсем недавно я Агнешку подсадила на танцы на шесте. И вот после очередной тренировки мы с ней поехали покушать. И после кафе она меня подвозила домой. И что-то мы заговорили про вышивку, там то да сё. В принципе Агнешка знала, что я вышиваю. И как-то она за рулем такая вот говорит, знаешь, вот я, наверное, когда буду беременна, тоже подсяду на это. Я, конечно же, это намотала на ус. И вот сегодня Агнешка ко мне пришла в гости и подарила мне такую прекрасную орхидею. Вот такая девочка. Вот ее листики. Вот так это все выглядит. Вот эта красавица. И говорит, покажи мне свои картины. Я ей показала свои картины. Она в восторге от картины «Она». Говорит, вот эти тона, такие красивые, там туда-сюда. И по интернету мы с ней начали пересматривать разные наборы от фирмы «Золотое руно». Она мне показала, о какой картине она мечтает. Ну, конечно же, я запретила ей сразу это вышивать. Потом мы начали рассматривать мои наборы по вышивке, которые у меня есть. И мне стрельнула мысль. Почему бы не предложить человеку подарить наборчик и может даже подсадить на иглу? Что я, конечно же, и сделала. Я подарила Гнешке один свой наборчик. Она, конечно же, тут мне сразу, я тебе дам 5 евро за него, там, траля-ля. Говорю, слушай, говорю, давай договоримся так. Если ты вышишь эту картинку, то тогда ты мне и дашь 5 евро. Ну, столько стоил этот наборчик. Ну, там около пяти. Так что вот. И я сейчас учу ее вышивать крестиком. То есть подсаживаю человека на иглу. Чем я очень-очень довольна. И сейчас я вам покажу, какой наборчик мы с ней начали вышивать. И как я ей все объяснила, как расположила ниточки для первого начала и все остальное. Так что, кому интересно, как человек первый раз обучается вышивать крестиком, оставайтесь вместе с нами. Вот данный наборчик я решила подарить своей подружке. Я его думала сама вышивать в походах к маме в гости. Но как-то, я как-то пришла и вышивала у мамы дома, так пупсик меня раскритиковал, сказал, что я вообще чокнутая, прихожу в гости, сижу, вышиваю. Поэтому этот наборчик лежал. И я решила подарить его человеку, который первый раз хочет начать вышивать. Я считаю, что для начала это самое то. Так, мы инструкцию подсчитали, конечно же. Но, в принципе, я считаю, что человек, если никогда не умел вышивать, с инструкцией разобраться было бы сложно, да, Агня? Вот, человек, который вот первый раз... Вот если бы... Ну, я тут не себя хочу восхвалить, но просто хочу сказать, что... Если бы не я... Нет, я не хочу так сказать, просто, что как-то вот, ну, нам это понятно уже, кто умеет вышивать, но если человек первый раз вообще столкнулся, ну, сообразить как-то, я не знаю, мне тоже было бы сложно. Но не важно. Так что вот, все подсчитали. И мы хотели уже завтра начать. Ну, это я так хотела. Думаю, сделаем обзор красиво. Но нет, Агня же надо срочно сейчас. Поэтому... Так, сейчас, секундочку. Канва даже не обработанная. А, кстати, ниточки. Давай покажем ниточки, как мы. Вот так вот на бобинке мы сложили ниточки всем. Ну, тут мало цветов всем, по-моему. Вот так вот красиво расположили ниточки, намотали. Вот так. И расчертили канву. Так, так, так. И Агня сама вот уже сколько крестиков сделала. Я ее строго учу, что все крестики должны быть направлены в одну сторону. То есть, все нижние полукрестики в одну сторону, верхние в другую. И можете посмотреть, что Агня строго следует моему приказу. Да, да, сидит и смеется. Вот. Так что вот так. Это ее первый отчет, первые крестики человека, который никогда никаким рукоделием не занимался. Так что поздравьте нас вместе. Пожелайте нам удачи. И ждите нашего следующего отчета. Ура! Все, всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok